Рыбная отрасль 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 такие страны, как Норвегия, перерабатывать ее на территории и после этого поставлять на территорию Российской Федерации. Тем самым наши крупные переработчики, естественно, оказываются этим недовольны. Но за последние три года более-менее ситуация утряслась, новые связи отработаны, и ситуация стала в настоящий момент относительно стабильной. Поскольку, так сказать, основной проблемой для переработчиков сейчас, на мой взгляд, является не проблема, связанная с сырьем, а скорее падение платежеспособного спроса. Но ведь все эти санкции продуктового эмбарго вводились с такой мотивацией, что нам нужно импортозамещение, мы вполне можем обойтись без импортной рыбы. Этого не произошло? Ну, мы выловили за прошлый год около 5 миллионов тонн, там 4,9 с чем. То есть, из этого объема 2,200-2,300 было импортировано в пересчете на сырье около 3 миллионов тонн. Соответственно, 60% того, что мы вылавливаем, идет на экспорт. И традиционно, как складывался бизнес до 2014 года, мы импортировали сырье, в основном на европейскую часть Российской Федерации, перерабатывали его, а свой собственный вылов отправляли больше, чем на экспорт. Даже иногда было выгоднее свою сельдь не везти через, так сказать, полмира, отправить, так сказать, на экспорт, а, соответственно, закупиться из Норвегии или из Исландии, где значительно ближе для потребителя. До известной степени импортозамещение произошло. Начала хоть как-то развиваться собственная акукультура. То есть по результатам этого года, я думаю, будет 20-25 тысяч тонн карельской форели, будет 10 тысяч тонн мурманского лосося. Акукультура стала развиваться. Совершенно верно. Более того, инвестиционные квоты, которые ввели сейчас и которые сейчас действуют, то, о чем говорил, собственно, Михаил Зуб год назад, это то, что он не мог добиться инвестирования в собственный завод. Естественно, это не вопрос одного дня или одного месяца. Это долгоиграющая, долгосрочная программа, которая как раз направлена на развитие нашего и прибрежной переработки, и производства на территории страны, чтобы все шло на внутренний рынок. Во всяком случае, в большем объеме, чем это идет сейчас. И, на самом деле, эта программа на данный момент уже работает, уже развивается. И ситуация даже с прошлого года, на наш, во всяком случае, взгляд, она уже с мертвой точки сдвинулась. В этом году было много сообщений о рекордном улове. Где эта рыба? Поступит ли она на внутренний рынок? И какие данные у вас, как у аналитиков? Конечно, это был рекордный улов горбуши именно на Камчатке и именно горбуши. То есть очень важно понимать, что мы говорим не о всех видах лососевых, а конкретно о горбуши. Это все-таки рыба, которая традиционно идет на внутренний рынок. И в этом году ее добыли очень много. Она на прилавках, она есть и на внутреннем рынке в том числе. Михаил Зуб, вот в своем ярком выступлении, мы, конечно, не могли дать его целиком, ограниченные эфирными рамками, возмущался ценой. В частности, на треску по 300 рублей. Насколько справедлива цена и как она менялась в последние 5 лет? На самом деле мы наблюдаем очень, скажем так, для нас неприятную ситуацию, потому что цены на мировом рынке на рыбу могут падать, при этом на внутреннем рынке, конкретно у нас в рамках Российской Федерации, они, в общем-то, растут. Естественно, это связано и с логистикой, и с вопросами переработки. Ну, в общем-то, там комплекс проблем, которые мы наблюдаем в течение последних 5 лет. Но в этом году, благодаря именно вот этому рекордному улову на Камчатке, например, цена на горбуши очень сильно упала, практически в два раза. Ну и все-таки, как изменилась цена, начиная с 2013-го, 2014-го? Смотря какую рыбу мы рассматриваем, если мы берем дальневосточные позиции, если мы говорим, например, о лососевых, то стабильно с 2014-го года мы наблюдаем прирост примерно от 10 до 20% в год на стоимость, на цену вот горбуши, киты, кижучи, нерки там, и в том числе, чавычи. Я бы сказал, что в основном связано с курсом нашей национальной валюты, поскольку при 60-70% экспорте наша внутренняя цена определяется двумя вещами. Это наша налоговая политика и курсов рубля. У нас нет ни НДС, пресс, естественно, при экспорте, у нас нет никаких пошлин, поскольку мы находимся в ИТО. Соответственно, с точки зрения экономики, рыбакам гораздо проще товар приедет на экспорт. Они всегда зарабатывают больше денег. И тот объем, который, так сказать, они не могут продать, отправляют на внутренний рынок. И здесь, так сказать, можно наблюдать. Рубль у нас становится крепче, цены падают. Рубль ослабевает, цены растут. При нашей открытой системе, конечно, курс рубля и отсутствие фискальной политики, которая стимулирует для рыбаков именно отправлять рыбу на внутренний рынок, является основным фактором. А что нужно сделать, чтобы эту ситуацию изменить? Вот эти действия, которые сейчас предпринимает Минсельхоз, они вообще эффективны или нет? Ну, как инструмент, дифференцированные платы ВБР, это крайне эффективный инструмент. Им можно добиться чего угодно. Например, стимулировать глубокую переработку рыбы. При отправлении рыбы на экспорт взимать повышенные ставки ВБР. При отправлении рыбы на внутренний рынок обнулять его и делать большую скидку. Ну, как им воспользуются? Сейчас это 1% получается. Ну, сейчас сказать, да, около 1-2-3% зависит от рыбы. Ну, на крабах, например, 5 рублей с килограмма. Сколько краб стоит, коллеги? Очень-очень дорого. Это существенно, начиная 5 рублей на фоне краба. В рознице несколько тысяч, скорее всего. Ну, сейчас в рознице от 3 тысяч рублей. От 3 тысяч рублей, да. Ну, то есть, причем на готовую продукцию 10 рублей большая сумма? Вроде небольшая, но когда мы смотрим на... Она стимулирует чего-то. Может являться такая сумма стимулом для чего-нибудь? Очевидно, нет. То есть, даже это предложение о повышении ставки ВБР в 5 раз, оно, собственно, тоже... Для каких-то пород оно окажется мощным стимулом. Но здесь крайне важно, сам инструмент крайне эффективный. И если им воспользоваться правильно, можно добиться много. Как будет в реальности, ну, уже мы видим. Опять же, на горбушу и на сельте этого повышения, скорее всего, не будет. Потому что это та продукция, которая традиционно идет на внутренний рынок. Так, впрочем, для хатуморского ментая, например, эта ставка гораздо выше. Ее оставят вот на более высоком уровне. То есть, вот это 4,8-5 процента, это такая усредненная ставка, которая будет на все остальные виды продукции. В принципе, если мы говорим о крабах, это, естественно, не такое существенное повышение. Если же мы говорим о более дешевых сортах, то, ну, если рыба у вас стоит 100 рублей, то на нее 5 процентов, это уже гораздо более такая существенная сумма. Полин, рыбсейт, насколько я понимаю, занимается продажей только отечественной рыбы в розницу. Вы представляете ритейл. Из чего складывается цена в рознице сейчас? Если мы говорим о дальневосточной рыбе, потому что мы, например, занимаемся не только дальневосточной, но в том числе и сибирской рыбой, и мурманскими позициями, и астраханскими позициями. Если мы говорим про Дальний Восток, то это, конечно, в первую очередь логистика. С логистикой, на самом деле, у нас сейчас большие проблемы, но то, что обсуждалось в том числе и на заседании вчера, это разработка путей доставки, это СМП, это разработка всех портов. Северный морской путь. Да, Северный морской путь, то есть это альтернативный вариант привоза продукции. На сегодняшний день он, конечно, работает не столь эффективно, это буквально два, наверное, судна приходили с рыбой за весь этот сезон, но сейчас активное развитие получают, в том числе и от Росрыболовства под его эгидой. Скорее всего, порты это, в общем-то, такой альтернативный, очень неплохой путь, потому что с Дальнего Востока вести продукцию на данный момент достаточно тяжело и, в общем-то, дорого. Можно ли считать, что рыба в рознице переоценена и действительно ли проблема только в логистике? Нет, не только в логистике. В следующем году мы будем наблюдать вообще другую ситуацию, потому что практически все рыбодобывающие производства будут на НДС. То есть на данный момент они платят сельхозналог, в следующем году, с 1 января 2019 года, любое предприятие рыбодобывающее или рыбоперерабатывающее с оборотом более 100 миллионов рублей будет являться плательщиком НДС. НДС, как мы с вами знаем, уже 20%, и поэтому все, что будет поступать на внутренний рынок, вот конкретно с этой ставкой НДС от рыбаков, ну, мы понимаем, что уже цена будет тоже изменяться. На самом деле рыба в ритейле – это не самый высоко маржинальный продукт. Кто-то говорит о том, что у вас наценка 100%, вот в ритейле на рыбу нет такой наценки ни у кого. Ни у крупных федеральных сетей, ни у мелких региональных сетей. А что скажете про рентабельность, про ритейль? Понятно. Про рентабельность так называемых рыбаков и вот этих предприятий по добыче. У них главный фактор, например, для горбуши. Пришла ли горбуша или не пришла. Если горбуша пришла в достаточном объеме, это очень выгодный бизнес. Трудно ценить, скорее, рентабельность. Несколько сотен процентов. Вы с этим связываете возросший интерес правительства сейчас к развитию рыбного хозяйства и его регулированию? В том числе, да. Хотя надо помнить, что в объемах страны рыба относится на небольшой сегмент и больших усилий именно из-за этого масштаба, так сказать, здесь не получишь. Сейчас рыбная отрасль собирает несколько десятков миллиардов в казну родной айчизны. При реформе и стимулах это будет несколько сотен миллиардов, так сказать. Но на фоне страны относится на небольшая сумма. И речь, скорее, идет о том, что как сейчас устроен рыбный бизнес и как распределяется доход от него является несправедливым. То есть мы фактически стимулируем потребление рыбы за пределами нашей страны. Это вся такая политика, если ее... Ведь как обстояло дело? В начале 2000-х главная проблема была незаконный вылов. Тогда цифры вылова были в разы меньше, чем сейчас. На один килограмм легального вылова приходилось несколько килограмм нелегального вылова. Были предприняты большие усилия для того, чтобы сделать вылов практически легальным. То есть сейчас он на 99% является легальным, квотным и так далее. Для того, чтобы это сделать, были созданы стимулы. То есть рыбаков фактически освободили от всех налогов. Квоты закрепили, так сказать, на 20 лет. Специально федеральным законам по историческому принципу. И вот в этом, так сказать, состоянии отрасли и развивалось, так сказать. Сейчас стоит несколько другая задача пред правительством. Понять зачем, как и куда. То есть создать стимулы, с одной стороны, для того, чтобы был достаточно большой экспорт, чтобы страна получала необходимую валюту. С другой стороны, организовать плату за ВБР, налоговую систему таким вот образом, чтобы общественное благо распределялось справедливым образом. С третьей стороны, помнить о том, что мы должны, в том числе и продовольственную безопасность выполнять, иметь возможность кормить наших граждан наиболее дешевым, доступным и безопасным белком, который сейчас в настоящий момент есть. А это океаническая рыба. Что скажете про объем теневого рынка сейчас? Он, по сравнению с тем, что был, практически не существует. К нашему разговору подключается Александр Савельев, глава информационного агентства по Росраболовству. Александр, здравствуйте, слышите нас? Добрый день. Просто по Росраболовству, не по Росраболовству, а по Росраболовству просто. Хорошо, спасибо, мы внесем поправки. Александр Анатольевич, мы пытались связаться и с руководством Росраболовства, и с представителями Минсельхоза, но все чрезвычайно заняты на разных совещаниях. Чем вы связываете такой всплеск интереса к развитию рыбохозяйственной отрасли? Ну, действительно, они предпочитают работать, так сказать, в тени, в секрете. В частности, так сказать, многие законодательные инициативы обсуждаются втайне от участников бизнеса, участников отрасли. С чем связано? Ну, вот, скажем, вчерашнее совещание в правительстве, которое провел Алексей Васильевич Гордеев, совпало с публикацией в «Коммерсанте» о просто катастрофических потерях отрасли в связи с как раз неквалифицированным, непрофессиональным, я бы даже сказал, вредным регулированием, которое реализует Росраболовство. Высшая школа экономики и ВАРП, это крупнейшая ассоциация отрасли, посчитали, что на 17 миллиардов рублей бизнес теряет как раз из-за чрезвычайной зарегулированности, неумелой регулированности, неправильных актов и так далее. Вот к теме, которую мы сегодня обсуждаем, я бы напомнил, что после вступления в ВТО через некоторый период мы по обязательствам обнулили и ввозные пошлины, и экспортные, что придало, так сказать, дополнительного стимула поставлять на экспорт. Ну и при нашем, как говорится, рыбном богатстве, грех, конечно, не вести эту самую лучшую в мире, самую востребованную на всех аукционах мировых российскую рыбу и продавать ее там, что называется, практически вне конкуренции. Вот вы слышали уже, Виталий называл цифру, 60% российской рыбы уходит на экспорт. Так вот, при этой ситуации, скажите, в какую здоровую голову может войти мысль о том, что экспорт надо мотивировать? А у Росраболосства возникла идея, что нужно потратить еще триллион рублей для того, чтобы стимулировать экспорт. Вот это самая яркая характеристика, так сказать, того, что происходит в регуляторе. Я надеюсь, что Гордеев, человек опытный, собственно, мы должны быть ему благодарны и за вчерашнее совещание, и за те перемены, которые, так сказать, происходят, так сказать, в отрасли. Я надеюсь, все-таки его усилий, авторитета, профессионализма и квалификации будет достаточно, чтобы создать эффективные стимулы для поставки лучшей в мире российской рыбы на внутренний рынок. И, чтобы не повторялись вот эти, так сказать, истории, когда глава Росраболосства уверяет нас, что цена икры упала в два раза, а мы своими собственными глазами на прилавках видим прямо противоположные. Когда втайне готовятся радикальные перемены по слому российского рыболовного законодательства, которые вообще принципиально меняют ситуацию на рынке, а участники даже не имеют возможности обсуждать это. Вот эти усилия, они направлены только на поддержку одной единственной компании, русской промышленной компании Глеба Франка. Вся отрасль против слома исторического принципа. Вот наша собеседница говорила о правильных вещах, но я хочу обратить внимание, что вот все-таки внедренное, уже совсем недавно сломали это российское законодательство и внесли вот эту вот инвестиционную составляющую квот. Но это стимулирует не российских рыбаков, это стимулирует российское судостроение. В этой истории российские рыбаки, российский рыбопромысловый бизнес просто ограблен. У всего российского бизнеса изъяли по 20% квот на строительство судов. Ну, от этого и большие-то компании мало выиграют, а бедные просто потеряли 20% ресурса. Спасибо. Александр Савильев, глава информационного агентства «Парболовство» был с нами на связи. Виталий, будут у вас комментарии? Я хотел бы добавить, что стимулировать надо не просто экспорт, а экспорт продукта с высокой добавленной стоимостью. Вот единственное, что мы, например, поставляем миллион там с чем-то тонн минтая, БГ, имело бы смысл поставлять там 400-500 тысяч тонн филе минтая, а из отходов делать рыбную муку, которую пустить на производство кормов для нашей, так сказать, культуры. Вот что касается экспорта. То есть нужно менять структуру экспорта? Да, нужно менять структуру экспорта, ломать психологию, давать соответствующие стимулы, отрасли для того, чтобы она перестраивалась. Мы с вами также упускаем льготы, которые тоже были вчера обсуждены. И которые сохраняются за предприятиями, которые вылавливают рыбу на судах, построенных на территории нашей страны. Также эти льготы остаются за градообразующими предприятиями еще на 10 лет. Поэтому здесь, на самом деле, можно сказать, что вот это вот нововведение, оно достаточно хорошо продумано. И оно не только на экспорт направлено, оно в первую очередь как раз-таки направлено на то, чтобы рыбаки были более заинтересованы во внутреннем рынке. То есть это такой мягкий компромисс получается? Ну, для кого-то это компромисс, для кого-то это потеря, для кого-то это, наоборот, какой-то плюс финансовый. То есть здесь с какой точки зрения на это смотреть. Но то, что это, я абсолютно согласна с Виталием, то, что это очень эффективный инструмент, и вопрос просто в том, как на него отреагирует отрасль, каким именно образом он будет применен, это правда. Помните, может быть, лет 10 назад пытался Росрыболовство запустить сеть рыбных магазинов, даже была социальная реклама «Рыба есть». Что произошло с этой инициативой? И нужна ли российской рыбе социальная реклама? И нужно ли вообще как-то менять культуру потребления вот в таком, на уровне потребителя? На самом деле потребитель сейчас абсолютно не ориентируется в рыбной продукции. Он не понимает, чем один вид рыбы отличается от другого. Он не знает, где эта рыба вылавливается, каким образом она поставляется, в чем плюсы, начиная от пищевой ценности и заканчивая способами приготовления. Недавнее исследование в ЦИОМ, которое в сентябре представили, показало, что 30% россиян, всего лишь 30% на самом деле, на еженедельной основе готовят рыбу. Как мы все понимаем, этот уровень гораздо ниже, чем в других странах, которые занимаются рыбопромышленностью. Поэтому у нас сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда потребитель просто не понимает, почему он должен эту рыбу потреблять, чем она ему так интересна. Я бы сказал по-другому. Денег нет? Не денег нет. Мы не упускаем ту продукцию, которая была бы востребована. Например, если бы хотя бы делали не блочную рыбу, а штучную рыбу, которую можно было бы продавать без дефростации, снова заморозки, рыбиня рыбы бы возросла в достаточной степени резко. Основная проблема – отсутствует политика. Рыбаки не заинтересованы в настоящий момент во внутреннем рынке, а у никого другого нет достаточно денег для того, чтобы, так сказать, организовать. Было бы и имело бы смысл пойти по пути Норвегии, создать российский бренд с помощью госрыболовства, ну, как Нор же у Норвегии, разработать стандарты, поддержать стандарты, вежливо попросить сети в мире эти 5-10% наценки. При такой политике, внутри весьма короткого времени, наш бы экспорт сократился бы в разы. В чем, коротко, в чем задача вашей ассоциации сейчас? Ну, задача нашей ассоциации в настоящий момент – защищать интересы членов ассоциации. Что это значит? Инструменты есть для этого? Ну, конечно, есть, так сказать. Мы много взаимодействуем с различными, так сказать, государственными органами и смотрим на то, чтобы, так сказать, наш бизнес и наши потребители получили товар на самых лучших условиях. А как вы считаете, есть у Росрыболовства вообще хоть какая-то позиция по развитию рыбохозяйственной отрасли? Ну, естественно, у них позиции есть, но на самом деле политику, так сказать, в данной отрасли определяет не Росрыболовство, а правительство. Росрыболовство делает то, что ему говорит правительство по этому поводу. Мне кажется, как я сказал, что сама рыба недостаточно, может быть, большая отрасль для того, чтобы ей всерьез занялось правительство. Спасибо вам, Виталий и Виталий Корнев, президент Ассоциации производственных и торгов предприятий рыбного рынка, и Полина Кирова, директор по развитию сети рыбных магазинов «Рыбсеть» в студии РБК. Подведем итоги. Над решением проблем в рыбной отрасли сейчас бьются члены специально созданной комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. На этой неделе она собралась впервые в обновленном составе. Комиссия должна решить, что нужно рыбакам и переработчикам, и как вернуть российскую рыбу на внутренний рынок. Участники рынка с предложениями Минсельхоза по изменению налогов и законодательству в целом согласны, но это только первый шаг. При этом поправки разрабатывали три года после поручения президента данных на госсовете, и даже для этих мер предусмотрен длительный переходный период. Посмотрите «Деловой день» на РБК, далее «Рынки», потом вернемся с актуальными темами. Редактор субтитров А.Семкин